Девушки отдыхают Девушка, я еще раз вас спрошу, лучше молчите! Да, сестра, за идиотку меня держишь? Лик, ну правда, эта сестра моя троюродная. Лик, ну чего ты заводишься по пустякам? Я чего завожусь? Я целый день до тебя дозвониться не могу! У меня мобильник сел. Ах, у тебя мобильник сел! Выкини свой мобильник к чертовой матери вместе с моим номером телефона! Лик, ну подожди! Ну куда ты? Твой шанс! А? Твой шанс! Твой шанс! И запомни, здесь ты зверь! Девушка. Девушка, простите. Вы… Что вам? Вы, кажется, обронили. Я хотел вернуть. Пожалуйста. Спасибо. Какой вы… Меня Лика зовут. Очень приятно, Женя. Женя, вы не пройдете со мной по городу? У меня немножко голова закружилась. Конечно. С удовольствием. Спасибо. Да. Да. Правда. Понимаешь? Правда. 300 и… И они прямо вот в этой маленькой щелочке держали весь этот миллион воинов. Вот. Как-то так. Ну… Видимо, до завтра. А мы пришли? М… Да. Ну, ты же мне обязательно завтра позвонишь и назначишь свидание. А я не смогу отказаться. Потому что я хочу дослушать историю про этого… Фабия Марцелла… Максима. И… Клавдия. Как они победили каннибала. Ганнибала? А в остальном все правильно запомнила. Молодец. А… До завтра. А… Как вы себя чувствуете? Ну, всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Мадам… А, у мадам нет настроения для галантных речей. Почему? Из-за вашего французского. Вообще-то… Вообще-то я преподаю французский в университете. Не обижайтесь. У вас отличный французский. Просто у меня был опыт общения с творческой интеллигенцией. Один из ее представителей даже был моим мужем. Мне хватило. А ревуар месье. Что отшила? Еще бы она такая. Соперниками будем? Я… Не, я женат. Да, и у тебя ничего не выйдет. Откуда знаешь? Да уж знаю. Одна дочку воспитывает. Каждую копейку считает. На днях пришла вся в слезах. Соседка ее съехала, которая с Настеной с ее за небольшую денежку сидела. Придется срочно нянечку искать за недорого. А ты тут со своим французским. Да ей мужик нужен. Нормальный, рукастый. Чтоб жизнь немножко понимал. Ты что, еще в спячке? Восемь утра, пора вставать. Давай без меня сегодня, ладно? Не понял. Ты что, не хочешь встать и прожить этот чудный день? Пожалуйста, Дим, я могу хотя бы раз в жизни не хотеть прожить этот день. Могу вообще не хотеть никуда идти. Пончик, ну что случилось? Дима, я пончиком была десять лет назад. Ну, для меня ты всегда будешь пончиком. Похоже, они только для тебя. Ну что? Хорошо. Здравствуй, новый день. Вот. Чтоб тебе провалиться. О, Женькин двойник. Ты ему так его и не подарила. Хеллоу, Жека, ты крутой парень. Надо еще сережку повесить и все куколки твои. Дай. Передаю в надежные руки. О тебе позаботиться. Сварю кофе. О тебе позаботиться. Все, хватит. Пора жить реальной жизнью. Понимаешь, я с ней себя вот прям победителем чувствую. Вот такое ощущение мне сейчас скажут там, переплыви море. А я, пожалуйста, или там на Эльбрус поднимись без страховки. А я вот сейчас. А самое интересное, что она, она у меня красивая, а вместе с тем добрая и умная. Вот такие бывают. А мне попалась умная, красивая и строгая. И знаешь что? Это фантастика. Ой, ты бабник. А вот у меня все серьезно. У нее глаза, знаешь, такие… Такие как блюдца. Какие блюдца? Они как, как небо, как океан. Они глубокие. Глубокие. Понимаешь? Ты знаешь, в них прям вот можно… Иди-ка сюда. Ты иди-ка сюда. Дмитрий Сергеевич, вот что я вам хотела сказать. Глянь. Мне нравится, как вы работаете. Я очень рада, что у нас в коллективе… Я ж тебе говорил, что ты бабник. Вы? Утром увидел, глазам не поверил. Вот что значит тетка сходила в салон красоты. Ты зачем меня заставил на нее смотреть? Я ж теперь… У нее конец. Слушай, если твой подарок Казанова работает на все взроста, то магию можно использовать на пользу профессии. А Ефимова — это же жар-птица. Одной опероид из овкафедры. Все, я ушел. У меня-то Сергей нет. Так это ты… Выпейте чашечку кофе с начальством, Евгений Александрович? Я уже. Вы сегодня прекрасно выглядите. А, да, вы тоже. Спасибо. И Дима тоже хорошо выглядит. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А я Марта. Я вам звонила. А, по поводу кукол, да. Да-да-да. Давайте. Что у вас? Ну… Давайте поскорей. Только я еще с ценами не определилась. Ну, красота. Спасибо. Ну, в общем, у вас два варианта. Либо вы ставите их по собственной цене, либо я их у вас выкупаю. Я не знаю. Я этим никогда не занималась. Ну, ничего, разберемся. Что еще у вас? А, сейчас… Здравствуйте. 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 Варь, ну, ты же видишь, здесь нет ничего интересного. Ой… Пойдем лучше в детский бутик. Ну, пап, хватит уже указывать. Какая девочка. Ой, понравилась куколка. А у него голова откручивается? В каком смысле? Варечка, ну, зачем тебе его голова? Для Никиты. Ой… У меня же такая кукла, Никита. Варенька, у твоего Никиты есть голова. Пап, ну, ты совсем ничего не помнишь. Наша собака нашему Никите откусила голову. Так у него голова откручивается? Да. Нет. Девочка, эта кукла не продается. Подумайте, они готовы заплатить сразу. Да, она хочет открутить ему голову. Какая разница? Девушка, я вас прошу, назовите Целева. Ну, вы же видите, в каком она состоянии. Подумайте, пожалуйста. Подумайте. Извините, я пожалуй пойду. Так, идите уже. Спасибо. Ну, что, привет. Как дела? Как насчет кино сегодня? А что, у тебя никаких дел, Дрофеев? Вчера были, позавчера были, а сегодня никаких нет, да? Маш, ну не дуйся, не обижайся. У меня просто тетка из Нижнего Тагила приехала. Нужно было ее по городу поводить, сама понимаешь. А что, мир? Знаешь, за что я тебя люблю, Дрофеев? За что? Никогда не поймешь, правду ты говоришь или врешь. Ну, что-то кино, на задний ряд? Угу. Сейчас я расписание гляну. Так. Какие у нас тут? Таш, а? Дай телефон потискать. Ну, на, потискай. Пора мне к нему привыкать. Слушай, если будешь хорошо учиться лет через пять, сможешь купить себе такой же. Не знаю, не знаю, срок поджимает. Да фиг тебе, у меня времени еще вот столько, понял? Эй, мальчики, чего вы там шепчетесь? Да. Да так. Слушай, Маш, когда у нас практика начинается? Седьмого. А, седьмого. А Ирка Беляева в деревню собирается проходить, прикиньте. Так, ладно, поигрался, давай сюда. Маш, слушай, я погорячился насчет кино. Я совсем забыл. Я ж сегодня на тренировке должен быть. Не получится. Ну, прости, только не обижайся, Маш. Маш. Да. Может быть, отдашь трубку и забудем? Да иди, ты понял? Маш. 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 Маш, пожалуйста, сюда. Вообще, я не понимаю, как так можно воспитывать ребенка? Хотя что, мне легко говорить, еще непонятно, какой из меня бы воспитатель получился. Ну, да. А ты попробуй. Вдруг воспитывать детей — это твое призвание. У меня как раз есть знакомая, которая ищет няню. Эй, подожди. Чего? Вот эта ситуация, которая произошла вчера, ну, с велосипедом, неудобно получилось, и я хотел… Это ты вроде как извиняешься? Ну, да. А что, не очень получается? Ну, если честно, не очень. Да? Можно тебя проводить? Зачем? То есть как? Хочу тебя проводить? Ну, я поняла, что не маслом написать. А зачем? Ты говори сразу, что нужно? Ну, там, реферат написать или контрольную по-английскому. А при чем тут реферат? При чем тут английский? Я, между прочим, и сам неплохо учусь. Почему ты такая высокомерная? Кто? Я? Да, ты, ты высокомерная. Ты так общаешься с людьми, как будто ты королева, а мы твои подданные. Простите, пожалуйста, ваше величество, что я посмел топтать пыль под вашими колесами. Давай. Думаешь, звонить мне или нет? А, а ты, ты как, как, как? Как? Балда! Мы же с тобой здесь познакомились. И потом, ты мне сказал, что ты часто здесь бываешь. Потому что работаешь рядом. Я ждала твоего звонка. Ты мне не звонил. Я устала ждать. Вот и все. Я хотела тебя увидеть. Ты хотела меня. Меня никто еще никогда не хотел. Ты… Извини, сейчас. Я… Да. Я же сказала, что я никуда сегодня не поеду. Да плевать мне на эту презентацию. Да. Вероника, у меня может быть выходной? Спасибо большое. Спасибо. Слушай, давай я тебе перезвоню. Ты что, решил от меня сбежать? Нет. Нет-нет-нет. Я тут потерял сережку свою и вот сижу, ищу. Иди сюда. Давай так. Денежку. Когда ты решишь меня бросить, то ты придумаешь способ немножечко пооригинальней. Ладно? Ты что, я бы тебя никогда не бросил. Ладно. Чем мы займемся? В историческом музее сейчас потрясающая экспозиция, посвященная Великой Французской революции. Я боюсь. Прекрасно. Сходим. Через лет двадцать. А сейчас мы идем развлекаться. У-у-у-у! У-у-у! Идти можешь? Посидеть мы где. Дальше по программе у нас лодочки. Так значит, ты говоришь, светская жизнь. Ну да. Куда сходить, где потусить. Оля. Кто с кем встречается. Вот ты знаешь, а я знаю. Это моя работа. Ну, а он ужас какой. Почему? Люди во все времена требовали хлеба и зрелища, а я рассказываю о зрелище, а ты? Я? Что я? Ну, расскажи о себе. Ты был женат? У тебя трое детей, и ты отдаешь половину зарплаты на алименты. Да что ужас, я… У меня на личном фронте пустыня. А, ну тогда за тех дур, которые оставили тебя мне. А, ну, ты… Ух ты! Вот это платье! Такое интересное, такое красочное. Первый раз такое вижу. Ты модельер? Нет, я еще маленькая. А мама говорит, что когда я вырасту, стану модельером. Угу. Здорово. А я кукол делаю. Меня, кстати, Марта зовут. А тебя как? Настя. Привет, Настя. А вы правда делаете кукол? Да, правда. Только вот у меня как раз с платьями совсем беда. Вообще не получается. А какие у вас куклы? Ой, всякие разные. А я могу нарисовать? Ага. Кажется, пришли, да? Ну, я, наверное, должна тебя пригласить на чашечку кофе. А я? Я не откажусь. Привет. Вадим. Мне кажется, что мы с тобой все выяснили. Лик, взгляни, пожалуйста. Вот это я. Вот это Марина, которую ты видела. Нам здесь по тринадцать лет. Вот это ее мама Антонина Михайловна. Моя тетя. Да, Вадим, я тебе верю. Но дело-то не в этом. Просто ты понимаешь, я полюбила другого человека. Здравствуйте, Женя. Кого? Вот этого, что ли? Лик, это шутка? Нет. Слышь ты, как тебя? Пойдем-ка. Поговорим с глазу на глаз. Никуда он не пойдет. Нет, как это, не пойду? Конечно, пойду. Ведь нужно закрыть этот вопрос раз и навсегда. Да. Ну, а… Я сейчас. Так. Вот. А для этой куклы смогла бы придумать платье? Ну, попробую. А с карманами без карманов. Ну, как? Тебе виднее. Ты же модельер. Давай. Сделаем с накладными карманами. Угу. Ну, все, солнышко, я освободилась. Мам, а я придумала платье для куклы. Можно? Красиво. Здравствуйте. Да, здравствуйте. А у вас очень талантливая девочка. Очень. Спасибо. Мам, а можно Марта будет моей няней? Я буду придумывать платье для ее кукол. Настя. А вы ищете няню? Вообще-то, да. Только это оказалось совсем непростой задачей. Слушай, старик, мы в пятницу с Ликой еще друг без друга жить не могли. Она, она говорила, что разлюбила. Такое, может быть, такое бывает. Бывает? Что она в тебе вообще нашла? Ты кто такой по жизни? А, я... Я никто, я историк. Историк? Бред какой-то. Меня променять на историка. Невероятно. Какие-то проблемы у кого-то? Нет, нет, нет. Все в порядке. У меня нет. А у вас? Вадим, тебе лучше ходить. Лик, тебе когда вот это вот надоест, ищи меня в клубе, в бункере. Послушайте. Понятно. Подождите. Вы не понимаете, Лик. Спасибо вам, ребят. Да, не проблем, пожалуйста. Если что, обращайтесь. Без проблем. Лика, послушай. Послушай. Это неправильно. Мы должны... Я понимаю. Я просто переживаю. Может, мы уже пойдем ко мне? Ну, да-да-да. Парни. Че надо? Дело есть. Дело есть. Кино? Нет. Парк? Нет. Музей? Я объяснила. Я занята. Нет. Оль, можно тебя на минуточку? Да, конечно. Ну что, домой? Да, поехали. А, можно чашечку кофе? Конечно. Ага. Так. Ну вот, сломалась. Ну вот, сломалась. Это ерунда. Чинится за пять минут. Доверьтесь специалисту. То есть парень, цитирующий Бодлера на французском, разбирается в профессиональных кофемашинах? Я еще на скрипке могу. Как к вам пройти? Музей. Музей. Пробуйте. Вот. Ну, я… Может быть, я заслужил свидание? Послушайте, а раз вы такой рукастый, может быть, почините мне при случае дома парочку девайсов? Не вопрос. Я позвоню. Котик, а ты уверен, что я им понравлюсь? Ну, конечно. Ты что, ты не можешь не понравиться? Здравствуйте. А Женя сказал, что у вас здесь вечеринка. Ну, да. А? 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 А что такое, тебе не интересно? М-м-м. Ну, может, чаю? Я ей помогу? Да. Ну, и давно ты по нему сохнешь? Ты о чем? Вообще-то, я светский обозреватель. И замечать любовь — моя работа. Я надеюсь, это не станет проблемой? Ты же понимаешь, что между вами ничего не может быть общего. Я все поняла. Не волнуйся. Вот и чудненько. Стой. Стой. Руки убери. Рюкзак отдай. Отпусти. Давай по-хорошему. А то что? А то будет по-плохому. Ну, ладно. Подержи велик. Ага. Давай быстрей. А! Ты че? Ах вы! Да отстаньте от них, им и так досталось. Да. Как ты? Все в порядке? Ох. Давай я тебя провожу. Мало ли их тут дружки какие-то. Ты думаешь, они целой бандой собрались, чтоб мой рюкзак украсть с учебниками? Они, конечно, старые, но не раритетные. Никаких возражений. Я тебя провожу. Потому что если с тобой что-нибудь случится, я себя не прощу. Ну, пойдем, рыцарь. Ну, ну, ну. Марта, а что ты такая грустная? Да че-то настроение не очень. Ничего. Смотри, щас я вздохну и выдохну. Вот. Теперь все будет хорошо. Пойдем играть. Марта, а у тебя есть жених? Нет. Пока нет. А что? Это потому что ты не модно одеваешься. Мальчикам нравится, когда на девочках красивое платье. А ты прям знаток. Это все знают. Вот вы где. Привет, мам. А я уже все купила, могу тебя отпустить. Ну, да. Спасибо. Я уже сто лет одна не ходила за покупками. Ну, я рада, что помогла. Ну, ладно. Увидимся. А ты, может, зайдешь к нам попить чайку? Я в другой раз зайду. Лисичка. До свидания. Спасибо. Пока. Мам, а тебе нравится, как она одевается? Обсуждать других людей некрасиво. Я не людей обсуждаю, а одежду. Это не считается. Идем обедать. Модельер. Ну, вот. И тогда Гай Юлий Цезарь воскликнул… Я знаю эту байку. Почему мы все время говорим только об истории? Так о чем еще с тобой? Можно… Не о музыке, но… Почему? Ну, ладно. Что ты можешь сказать о диджее Кристофе? Мне последний альбом его не понравился. А вот в прошлом году «Кантри Дженс» очень круто. Ants of the Earth? Да. А Спиритс? Спринг Нью-Йорк. Слушай, я не думал, что ты так круто разбираешься в музыке. Пейнтбол? Только помповые маркеры. Потому что они и надежные. Они реалистичные. Да. Слушай, Ир, подожди. О, Пончик, привет. А мне очень нужна твоя помощь. А Пончик тебе не поможет. Марта, возможно. Но надо очень постараться. Нужно сходить в… Я никуда не побегу, Дим. Я очень устала. Извини. У меня просто срочный заказ на перевод. Не успеваю. Ладно, Женька, не обижайся. Ты остался без зарплаты. А что Женька? Да Людка наша прохлопала ушами. Завтра отдавать анкеты на перевыпуск карты. Ну, в банк уже завтра нести. Она вспоминает об этом только сегодня, после четвертой пары. Женька ушел уже. Думал, возьму, отдам. Ну, ладно. Завтра вовремя придет, заполнит перед семинаром. Ну, ладно, хорошо. Я схожу. Но в последний раз. Спасибо. Пожалуйста. Ну, вот мы и приехали. Здесь я живу. О! Ладно. Тогда до завтра. И что, и все? Ты меня даже не поцелуешь? А должен? Ну, ты приложил столько усилий. Нашел этих недотеп, чтобы они на меня напали. То есть ты меня вычислила? Ну, чего ж ты сразу не сказала? Мне было интересно, что будет дальше. А дальше оказался… Шик. Пока. Шик. Привет. Та-дам! А вот и я. Так, слушай. Я тут подумала. Спонтанность. Привет. Привет. Это же… Это же здорово. А что, если нам пожить вместе? Ну, притремся друг к другу. Мне очень хочется к тебе притереться побыстрее. Правда, что ли? Ага. А, да-да-да, прости. Прости, я просто… Мне еще не верится в то, что мы с тобой. В смысле… В смысле, я с тобой. Ничего себе. Жить вместе, и у нас все будет общее. Да? Еда в холодильнике, и мы будем ездить с тобой везде. Да-да-да-да-да. На чем вы остановились? Ой, привет, Марта. Да. Зайдешь, может, на чай? А? Кстати, у нас для тебя новость. Мы с Женей решили… Да. Начать совместную жизнь. Да. Ну, поздравь нас, что ли. Да, я поздравляю вас. Это… Это очень ответственный шаг. Спасибо. Ты заходи, чего? Тебе… Тебе Дима передал. Ты ему перезвони, пожалуйста, он тебе все объяснит. Да, конечно, спасибо. Спасибо большое. Может, чай-то попьешь? Я предпочитаю кофе. Что б тебе, а? Фух. Опять трубу прорвало. Нет, это не квартира. Это черт знает что. Значит, надо вызвать нормального водопроводчика. Да где ж его взять-то, нормального? Хотя… Алло. Дмитрий, здравствуйте. Это Ольга из пиццерии. Вам помочь? Пожалуй. Мне нужно что-нибудь… Ну, такое… Эффектное? Точно. Тогда пойдемте со мной. Здравствуйте. Здравствуйте. Дама, вы позвали, и я у ваших ног. А вы водопроводчик, да? Ну, не то чтобы. Дядя Дима мой знакомый. Он нам поможет починить кран. Как тебя зовут? Настя. А я дядя Дима. Сюда. Вот. Ты что, действительно позвала меня чинить кран? А ты что подумал? Сейчас придет няня, а она поиграет с Настей во дворе, а мне надо будет отлучиться по делу. Ты не обидишься? Нет, конечно, что ты. Я же кран пришел чинить. А, ты рассчитывал на свидание? Нет. Сместитель меня интересует куда больше, чем красивые девушки. А вот и няня. А. Привет, Марта, проходи. Настюна, а ты спросила, кто там? А для чего спрашивать, если у нас дома настоящий водопроводчик? Да, конечно, если водопроводчик. Так это совсем ничего страшного. Дима. Марта. Ой, а вы похожи, как брат и сестра. Посмотрите-ка. А может, вы созданы друг для друга? Настя, ну не говори ерунды. Да нет, почему? Действительно, похожи. Похоже, бывают же такие совпадения в жизни. Дима, а ты уверен, что ты справишься? Да, конечно. Я в жизни столько кранов починял, что… Для меня это не проблема. Мы с кранами на одной ноге и… Ну все, котенок, я побежала. Пока. Пока, мам. Пока, котик. Вот это мне подарили в первый день работы в университете. Угу. Женечка, ты прости меня, пожалуйста, но мне кажется, что все это были сборники какие-то. Нет, я просто… Ой, извините. Давно не протирал. Угу. 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 Это мы на моем двадцатипятилетии. Кстати, у Димки завтра день рождения. Ой. Ты чего? Да нет, ничего. Мне просто показалось, что у тебя в левом ухе сережка. Да ты что? Что, что? Почему? Тебе бы даже очень подошло. А, да? Ну, ты что, я же педагог солидный и на кафедре не поймут. А давай я тебе, я тебе покажу кухню и чаю заварю. Возьмите плоскогубцы. Возьмите плоскогубцы. Угу. Еще бы написали, где их взять. Оля, это Дима. Скажи, а где я могу найти плоскогубцы? Ага. Нет, здесь вилки и ложки. Ой, понял. Нет, пока не нашел. Ну, я освободилась. Ой. Ну, как ты все успеваешь одна? Это ж так… Ой, я б точно не смогла. Хотя у меня брат, он иногда… Ну, как ребенок иногда. Взрослый? Да. Завтра на год еще старше будет. Ответственный мужчина — это вообще редкость. Угу. 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 Ух. 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 Надо будет на формах почитать. Ух. Каждый второй телефон спрашивает. Ух. 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 Данza Фавелья-красная парня. Ух, ух. 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 Чапெ». Ух. 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 Мы с вами все-очень приспались. К Careful! Класс! У меня самый красивый брат на свете! А мне к твоему образу еще нужно привыкнуть. Здравствуйте! 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 Проходите. С днем рождения! Ой, спасибо. Потом посмотрю. Родной! С днем рождения! Спасибо, спасибо. Спасибо. И тут она мне говорит, Дмитрий Сергеевич, Рэмбо, надо бы знать в оригинале. Мне, педагогу по-французскому. А ты что? Да. Все. Прямо все. Котик, можно тебе на минуточку? А, да, конечно. Слушай, а у меня история была. Сейчас, сейчас расскажу. Давай, давай, давай. Что? Давай дождемся. Тут такое дело, понимаешь, через полчаса будет презентация Снежаны Люблинской. Это очень модный автор. Ну, в общем, неважно. Так, стоп, подожди, мы же, может, ты говоришь, праздновать день рождения Димы, как? Там мы, Снежаны, будут все. Даже Бажена. А? Понимаешь, если я сделаю этот замечательный материальчик, мне обещали новую колонку, если я себя проявлю. Я понимаю, иди, конечно. Что? Что делать? Иди. Котик. Котик. А поехали со мной? В смысле? Ты, ты хочешь, чтобы я просил лучшего друга в его день рождения? Котик. Как я себе это представлю? Там будут одни писатели. Они все считают, что я блондинка из редакции. А если я приеду со своим парнем, истериком… Историком? В нем важно. Ага. Ах ты. Ты что, не можешь хвастаться? Конечно. Ну, пожалуйста, я тебя никогда ни о чем не просила. Все. Я вызвала такси. Так, подожди. Ну, подожди ты. Ну, что, садимся? Да, конечно. Сейчас. Давай хоть руку по голову. Садитесь. Димка, тут такое дело. Просто у Лики какое-то очень важное мероприятие. Можно мы ненадолго отъедем? А, да, конечно. Ничего страшного, да. Нет, ты подожди. Если что, я готов остаться сейчас. Все хорошо. У меня организовалась толпа коллег. Скучать нам точно не придется. Мясо по-венгерски не пропадет. Все хорошо. Ты прям… Ты лучший друг. А-а-а. С днем рождения. Увидимся. Пойдем. Да, еще раз поздравили. Ага. Хорошего вечера. Вам… Спасибо. 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 Нашу замечательную, великолепную… Оставьте. Неботоримую… Неданную… Люблинскую… Скучаете? А, я… А, мы с вами… Простите, а можно попросить… Нигде на съемочной площадке не встречались? Я… Эм… 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 По статье, вы сейчас… Точно, не прогадаете. Обещаю вам. Вам понравится. А, вы знаете, может быть… Да, вполне… Вполне. Вполне… Но… Режиссеры обожают… Обожают меня. в фильмах снимать в качестве героев, там, любовников. И они совершенно правы. У нас в последнее время проходят пробы, и мы никак не можем найти главного героя. Правда. А куда вы пойдете? Ой, да. Здравствуйте. А можно с вами познакомиться? Я сегодня там. Выгоните. Договорились. Договорились. Договорились.